Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». На этой неделе Карачао-Черкесию посетила делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Палаты регионов Андреем Яцкиным. В ходе визита члены делегации провели встречи с руководством региона, осмотрели сельскохозяйственные предприятия, медицинские и туристические объекты. Завершился рабочий визит расширенным совещанием с участием главы республики. Альбина Ламкова продолжит тему. Работали на совещании четыре выездных комитета Совета Федерации. График на обсуждение представленных вопросов был плотный и занял более двух часов. В начале работы глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что взаимодействие между Советом Федерации и нашей республики тесное. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин не первый раз приезжает в Карачао-Черкесию. Знает проблемные вопросы, в решении которых и принимает активное участие. Хотел бы поблагодарить членов Совета Федерации и членов правительства, которые сегодня здесь находятся, и заместителей министров за ту совместную работу, которую сегодня я считаю самое основное. Это наше участие и наша поддержка органов государственной власти, органов законодательной власти по вопросам специальной военной операции. В работу совещания включались и в режиме видеоконференции. Детально рассмотрели не только успехи, но и проблемы. Остановились на развитие инфраструктуры здравоохранения, в частности, необходимости строительства новых больниц психиатрического и инфекционного профилей. Обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию программы переселения из аварийного жилфонда. Совет Федерации уделяет значительное внимание развитию АПК страны и систему агро-страхования. Для нашей республики тема актуальна, так как здесь серьезный потенциал для развития сельского хозяйства, отметил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Уже сейчас республика обеспечивает пятую часть ВВП. И это 20 процентов. И наша задача – создать максимальные условия для реализации этого потенциала, сказал Александр Владимирович. Был обозначен ряд приоритетных вопросов в сфере развития АПК региона. Один из них – защита сельскохозяйственных культур от градобития. К сожалению, это природное явление является одним из рисков СКФО и приводит к гипели посевов, посадок и обесценивает труды и усилия сельхозтоваропроизводителей. По данным Минсельхоза республики, за последние пять лет градобитие отмечается не менее 15 раз в каждом сезоне. Как надо действовать в таких ситуациях? Какие меры реализуются по развитию агро-страхования в нашей стране? И что предпринимает Аграрный комитет Совета Федерации? Рассказал Александр Двойных. Главная работа – это разъяснительная. Хочу в пример привести, конечно же, автострахование, которое вначале получало неоднозначную оценку. А сегодня мы видим, что все проблемы урегулирования отношений между автолюбителями в случае ДТП, несчастного случая. Они решены. Та же самая аналогия с агро-страхованием. Эта мера должна входить в культуру агропроизводства. Мы видим, что регионы, где внедрены методы агро-страхования, компании себя чувствуют увереннее. Не бывает таких форс-мажоров. Случай гибели урожая при чрезвычайной ситуации природного характера без агро-страхования приводит к серьёзным проблемам. Городобитие – риск. Хорошо известные агро-страховщикам. Это третье по значению причина страховых выплат аграриям Северо-Кавказского региона. За последние три года аграриям СКФО перечислено почти 3 миллиарда рублей страховых выплат. Из них почти 128 миллионов рублей приходится на выплаты по убыткам от городобития. Поэтому необходимо выстроить конструктивный диалог между страховщиками и агропредприятиями. Минтальная статуя меняет. Никто не хочет страховаться. Завтра град упал, все приходят дать денег. Культура отношений здесь надо менять. Это работа ваша, это работа глав районов, глав сельских поселений. Национальный союз агро-страховщиков предложил Минсельхозу Корчаева-Черкесии создать план по расширению использования механизмов системы агро-страхования с господдержкой на ближайшие три года. Лидеры в сельском хозяйстве – те регионы, которые используют меры государственной поддержки. Их объем агро-страхования составил 30 и 40 процентов, отметил президент Национального союза агро-страховщиков Корней Биждов, добавив, что закон агро-страхования с господдержкой постоянно претерпевает изменения. Новая программа отличается сниженной стоимостью и упрощенным ускоренным порядком страховой выплаты. Показатели страхования риска в растеневодстве в Российской Федерации выросли за пять лет в шесть раз. Тем не менее, этому направлению еще предстоит развитие. Охват пассивных площадей составляет пока 10 процентов. Для стимулирования использования страховых инструментов правительством России введено дополнительное стимулирование. Застрахованные хозяйства получают повышенный размер субсидий на погектарную поддержку и на производство и реализацию зерна, а также на литр производимого молока. Еще в направлении АПК особое внимание уделили на необходимость строительства плодохранилищ и оптово-распределительных центров. Конструктивное совещание позволило обсудить ряд важных вопросов. Они требуют тесного сотрудничества и пристального внимания со стороны федерального центра. Мы все эти вопросы обозначим в итоговом протоколе. Доложим председателю Совета Федерации после 10 дней на доработку протокола с учетом мнения республики. И готовить этот протокол и направляем к курирующему Северно-Кавказской федеральной опыте, вице-премьеру Новокова Александру Валентиновичу. Просьба организовать таким образом протоколы подписания, чтобы он был рассмотрен еще до правительственной комиссии по Северному Кавказу. Альвина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Иметь собственное огнестрельное оружие с каждым годом становится все престижнее. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 6 миллионов единиц оружия, которыми владеют 3,5 миллиона граждан. Будут ли ужесточены законы об оружии? На вопросы ответит гость программы, заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. С ним беседует Мадина Каракетова. Здравствуйте, Эдуард Анцарович. Эдуард Анцарович, в последнее время стали очень частыми случаи с сумасшедшими стрелками, когда они врываются в здания, в детские сады, в школы и расстреливают людей. Скажите, пожалуйста, вашим ведомствам какие-то меры конкретные предпринимаются для того, чтобы защитить нас, наших детей от таких посягательств? Для понимания, в целом, законодательство, регулирующее оборот оружия на территории Российской Федерации, находится в федеральном ведомстве. То есть работа в этом направлении ведется активно, то есть принимаются нормативно-правовые акты. Например, с марта прошлого года все медицинские заключения подписываются электронной подписью Минздравом, они попадают в базу данных в Москве, то есть Минздрав, и Минздрав представляет эти все медицинские заключения в нашу базу данных. То есть мы, если гражданин претендует на получение лицензии либо разрешения, медицинские заключения, то есть об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а также химико-токсикологические исследования на наличие в крови сильнодействующих наркотических веществ, оно получается в базе данных. Кроме того, эти медицинские заключения даются в настоящее время только государственными или муниципальными медицинскими учреждениями. Это первое. Второе. Много сделано в плане того, что граждане, которые имеют право приобретать, то есть ограничения на приобретение оружия, например, ранее было лица, которые совершили преступления тяжкие, особо тяжкие, с применением оружия, они никогда не могли получить оружие, сюда добавили уже и средней тяжести. Лица, которые нарушили, были привлечены, осуждены к уголовной, ну то есть осуждены, имеют судимость за совершение преступления, в области оборота оружия, независимо, снята эта судимость или погашена, они также сейчас никогда не могут получить оружие. Кроме того, не могут получить оружие законное пользование лица, совершившие два и более преступления, независимо от тяжести и так далее. То есть это те ограничения основные, которые были введены. В обоих случаях, и в Казани, и в Керчи, стрелки были совсем юными, 17-18 лет. Возраст в настоящее время, который могут приобретать оружие, гладкостольное, длинностольное, также повышен до 21 года. Ранее было принято решение, что с 21 года приобретали огнестрельное оружие ограниченного поражения, сейчас и гладкостольное. А гладкостольное охотничье оружие, вновь приобретающие граждане, они могут приобрести только одностольное или двухстольное. То есть имеющий магазин барабан, либо же трехстольное оружие, вновь приобретающий не может. Он владеет этим оружием в течение двух лет, а далее он уже более такой, как вам сказать, имеющий магазин, барабан или трехстольное оружие в дальнейшем только может купить. Работа в этом направлении не прекращается, то есть центральный аппарат активно занимается всеми этими вопросами. И последние годы очень много серьезно нормативных правовых актов. Вот сейчас с 30 марта вступит очередное ограничение, то есть будет основное, то есть выдача, когда разрешительных документов на приобретение, хранение оружия вновь приобретающих, введено понятие угрозы общественной безопасности. То есть мы будем направлять соответствующие запросы в Федеральную службу безопасности, Министерство внутренних дел и вновь приобретающих гражданинам, мы будем иметь материал, то есть он может быть и не судим, и не привлекался к уголовной ответственности, а также может он быть членом экстремистской организации или организованной преступности и так далее. То есть мы будем в этом плане, то есть количество граждан, которые будут иметь право приобретать оружие, оно уменьшается. Это не усложнение в плане того, что гражданин, тот, который хочет приобрести оружие, также обращается с теми же документами, но те, которые имеют право, их количество, на мой взгляд, будет сокращаться, так как введены ранее мной сказанные ограничения. То, что в конце, в результате, должны позитивно сказаться, то есть количество нарушений оборота оружия в обществе должно сократиться. Прежде чем обзавестись разрешением на оружие и самого оружия, необходимо же пройти медицинскую комиссию, но потом получается, что на пять лет этот человек как бы выпадает из поля зрения, а за это время может произойти все, что угодно. Как-то вот этот момент отслеживается. Для того, чтобы получить оружие, человек обращается в медицинское, как я уже говорил, учреждение государственное, муниципальное, там всего четыре врача, заключение делает терапевт, это психиатр, нарколог, окулист и хирург. Кроме того, я тоже ранее говорил, претендующие или продлевающие, все они проходят химико-токсикологическое исследование. Далее гражданин, претендующий на получение лицензии, до этого должен пройти соответствующую подготовку и проверку знаний безопасного обращения с оружием. Задача, чтобы вы понимали, не только выдать разрешение гражданину и забыть про него, никак нет. Одной из приоритетных наших задач, это является выявление лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием. И в течение, каждый день, короче, у нас на сегодняшний день время информационных технологий, которые нам позволяют, к примеру, определять лица, лиц, которые совершили уголовное преступление, административные правонарушения, а также мы с органами прокуратуры и здравоохранения взаимодействуем в плане, если мы получаем информацию о лицах, которых по линии психиатрии или наркологии получена будет информация о том, что у него возникли обстоятельства, то есть противопоказания к владению оружием. Эта работа ведется, и в течение прошлого года нами было аннулировано таким образом 111 разрешительных документов. Вот, например, в плане, если гражданин совершает в течение года два административных, два или более повторных административных правонарушений, нарушающих общественный порядок, общественную безопасность, либо порядок управления, это одно. Лица, совершившие административные правонарушения, связанных с применением или наркотических веществ, ну, далее административные правонарушения, связанные с вождением автомобиля в состоянии опьянения. То есть есть ряд административных правонарушений, ну, естественно, уголовных. Вот, как я уже говорил, с 30 марта мы будем временно изымать до принятия соответствующих решений у лиц, которые по уголовному праву являются обвиняемыми, либо подозреваемыми. До решения вопроса, то есть если гражданин будет осужден, естественно, разрешительные документы у него будут аннулированы, а если он будет оправдан, будет возвращено, то есть мы до принятия решения будем временно изымать оружие. Напоминаю, что актуальное интервью сегодня нам давал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев. До новых встреч. Кавказско-Беловежский зубр занесен в Международную Красную книгу, и это один из самых крупных млекопитающих Европы. Обитает он на Архыском участке Тибердинского национального парка, сотрудники которого ежедневно проводят зимнюю подкормку и ведут постоянный мониторинг популяций животных. Члены Русского географического общества во главе с председателем Карачаево-Черкесского отделения Вячеслава Манищенко приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией травоядных представителей фауны. Позже с ними побеседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Вячеслав Валентинович. Никогда не думала, что с вами будем записывать интервью вот в такой интересной компании по соседству с краснокнижными животными. Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Валентинович, вы раньше работали в заповеднике, в каком году это было и тогда уже разводились? Здравствуйте. Да, очень интересно. Сегодня наша беседа расположена на фоне живописной природы и вот этого уникального стада зубров, который занесен в Международную Красную книгу. Этот вид особо охраняемый. Зубр, он всегда ассоциировался с Тибердинским заповедником и сейчас в Национальном парке. Я смотрю, как они хорошо выглядят, как они хорошо перезимовали. Вообще, очень уникальный вид. Я с 70-го года работал в заповеднике и все время заповедник ассоциировался именно вот с зубром. Поэтому на него всегда он обращали внимание. Краснокнижный вид огромных размеров, он достигает до одной тонны, они вырастают. И всегда на всех этапах работы заповедника в течение 37 лет мы были связаны с зубрами. И в плане научных исследований, и в плане охраны, и в плане востребованности к широкому кругу посетителей. Вячеслав Валентинович, а вот сейчас мы наблюдали подкормку зубров. В самом начале они чуть агрессивнее себя вели, мне так показалось. Сейчас они более спокойны. Опасно находиться на таком расстоянии с ними? Скажите, пожалуйста. И что означает, что вот этот зубр разлегся недалеко от нас? С виду такие спокойные животные, конечно, они могут, знаете, вот притупить немножко бдительность. На самом деле они бывают опасными. Почему? Потому что они очень чутко реагируют на присутствие посторонних, охраняя свой молодняк. Сейчас в стадии, ну, порядка 10 голов молодняка, и вот они очень ревностно охраняют. Ну, сейчас их подкормили, они успокоились, и вот даже вот улегся отдыхать спокойно. Один из таких довольно эффектных представителей, самых крупных представителей стада. Видно, он занимает какое-то лидирующее положение в стаде. Мою бытность, численность их достигала 56 голов. Именно вот в Кузыгическом лесничестве. На 19 тысячах гитарах 56 голов – это, конечно, очень большое количество. Потому что в результате одновременного нахождения такого количества зубров на ограниченной территории, оно всегда чревато деформацией этой территории, то есть нарушением природного баланса. В чем он выражался? Ну, это были уничтожены вообще некоторые виды растений, такие, как, например, ильмшершавый. Вот. Не только он, значит, поражался голландской болезнью, но и зубры, излюбленный корм зубров, которые уничтожали его, даже поедая сухие ветки, довольно толстые сухие ветки. Ну, и окоровые стволы, когда деревья уже прекращали свою физиологическую деятельность. Вот. Потом, значит, осина. Они очень любят кору осины, жесткий корм. Поэтому у них… Они не доживают до 30 лет, хотя предельный возраст считается у них 30 лет. Они, вот, питаясь этими жесткими кормами, вот, они изнашивают зубы. И потом уже корм для них становится труднодоступным. И они обычно трудно выживают тогда, да. Слава Леонидовичу, вот почему-то опять они в нашу сторону стали направляться. Мы их чем-то… Ну, это элемент… Видимо, это элемент любопытства. Очень близко. Вот к вам подошел вот этот… И он пасется, видите, он не проявляет агрессивности, но, тем не менее, такая близость, это уже, в общем-то, опасно. Может, отойдем тогда? Ну, рядом с нами зубровод, я думаю, что он… Он контролирует ситуацию. О их работе хотелось бы… Расскажите, вот, на ваш взгляд, как специалиста, как зубры перезимовали, и вот, как сотрудники, которые под кормку осуществляют, как они работают, сотрудники заповедника? Очень приятно в коллективе сейчас Кызгического отдела национального парка видеть потомственных представителей охраны. Это вот на руководителя охраны. Я работал с его отцом. Он даже как-то принимал участие в том, чтобы он перешел с Тесхоза к нам в заповедник. Маджир Лукманович Хубиев. Затем, значит, ну, многие, с которыми мне посчастливилось работать, уже ушли из этой жизни. Но, тем не менее, они оставили очень хороший след, потому что их дело, которым они занимались, охраной, воспроизводством вот этого редкого вида, размножением этого вот зубра кавказского, в который, в общем-то, побыв здесь определенное время, он полностью адаптируется к этой природе и становится похожим на его коренной объект, кавказский зубр. Они здесь обитали в естественных условиях. И последний экземпляр кавказского зуба был уничтожен в 1927 году, вот на территории Краснодарского края. Но в результате длительной селекции, значит, был выведен вид кавказского зубра, очень схожий с его естественным предком. Вот, но в нем было 16% примесей. Ну, а сейчас сюда завозят, чтобы восстановить уровень стада, для размножения, для расселения их по региону, с прёкско-террасного, с окского заповедника. И поэтому сейчас трудно говорить о чистопородности, о чистокровности этого вида. Но, тем не менее, они адаптируются и хорошо, вот горы для них, они воспринимают хорошо. Вот, судя по этому стаду, я вижу, что охрана отдела, кавказского отдела, они очень плодотворно работают. То есть, сохраняют все эти традиции, которые были заложены до нас, в наш период. И сейчас, после, когда мы уже здесь не работаем, мне, например, доставило большое удовольствие побывать здесь, посмотреть, как это, как обстоятельства. Очень хорошо сохраненная природа. Вот. Ну, и, конечно же, стадо. Стадо, как эталон хорошей охраны, можно рассматривать сейчас, вот, находясь рядом с ним. Ну, вот я познакомился сейчас с зуброводом, новым зуброводом. Кипкеев, Рамазан. Ну, он молодой, я с ним тогда не работал, но сейчас вот чувствуется, что человек предан своему делу и знающий зубровод, владеющий ситуацией. К изгиджеском отделе национального парка я встретил человека, с которым вместе работал. Он здравий, сейд. Это старожил, он давно работает. Ну, так, бодро, хорошо выглядит. Он еще способен многое сделать полезного для национального парка, передавая свой опыт работы. Низкая оплата, затем, значит, ну, не совсем такая вот достаточная обеспеченность, которая существовала, не привлекает вообще людей на эту работу. Но это вот как бы фанатики, они убежденные любители природы, знаете, патриоты этой природы. Это чувствуется вот при общении с ними. И глядя на вот эту обстановку, на ландшафты, которые так прекрасно сохранились. Вячеслав Валентинович, ну, завершим, наверное, беседу, потому что я смотрю, они все ближе и ближе нас окружают. То ли любопытство, то ли инстинкт самосохранения у них срабатывает. Спасибо большое за интервью. Будем рассказывать и в дальнейшем, надеюсь, жителям Карачаева-Черкесии будем вместе с русским географическим обществом изучать Карачаева-Черкесию. Спасибо. Не хочется расставаться так быстро, вот с такой прекрасной идиллией природы. И, конечно же, я как председатель Карачаева-Черкесского регионального отделения Всероссийской общественной организации русского географического общества постараюсь довести до первых лиц географического общества вот сегодняшнюю встречу, сегодняшнее общение с Тибердинским национальным парком и этим замечательным, в хорошем состоянии, прекрасным стадом краснокнижных зубров. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Это яркий и удивительный мир. Сюда стекаются события. Тут важно умение быстро реагировать на все, умение распознавать, самое главное, умение расставлять акценты, умение отличать важное от второстепенного. Спасибо.